День гражданской авиации празднует сегодня в России. В отрасли от 95 лет в Якутии, как в крупнейшем регионе страны, три собственные авиакомпании. Алроса, Полярная авиалиния и Якутия. На порту последний побывал Александр Лысак. Вереница пассажиров, менеджеры, инженеры, домохозяйки, юристы. Сухой Суперджет 100 заполнен за считанные минуты. Все на местах. Короткий инструктаж и знакомство с экипажем. Если вам нужна помощь, обращайтесь в бортпроводниках. Бортпроводницей стала случайно, признается Зинаида. Журналистка из Ленска круто поменяла жизнь три года назад. Отправила резюме в авиакомпанию, прошла кастинги и собеседования. Летает не только по России, бывает и за границей. Песню про стюардессу по имени Жанна слушала не раз. Я вам. Мне так однажды друзья спели, когда узнали, что я стала стюардессой по имени Зина. Иногда пассажиры так тоже. Вообще очень многие пассажиры, не только мужчины, но и женщины делают комплименты, что очень тоже приятно. Пассажиры спят в полете, читают журналы, летят с комфортом, по-домашнему. Внутри российского лайнера сухой Суперджет-100, широкие кресла, просторный салон. У авиакомпании Якутия пять таких самолетов. Дамы и господа, мы прибыли в промежуточный порт посадки Нерингри. Пассажирам полет которых завершил я желаю всего доброго. С остальными мы встретимся на борту через один час. Его всегда слышат, но почти никогда не видят. Андрей уже 9 лет за штурвалом. Капитан воздушного судна всегда на чеку. Чувствует ответственность во время каждого вылета. Пассажиры уверены, пилоты Якутии лучше всех готовы к полетам во время тумана. Спрашиваем Андрея. Скромничает. У нас особенность климата в Якутске такая. В других регионах свои тонкости работы и свои сложности. Где-то приходится сталкиваться с сильным ветром, с порывами. Где-то с обледенением, со снегопатом. Рейс закончен. Люди получают багаж. Полетом довольны. Полет прошел удачно. Молодцы пилоты. Вообще весь персонал. И вообще я первый раз в городе Якутии. Думаю, мне сейчас понравится. Отдохну. Пассажиры отправятся по делам. Экипаж начнет готовиться к новому полету. К напряженному графику стюардессы и пилоты привыкли. Говорят, жить без неба уже не могут. Александр Лысак, Павел Пахомов. Якутск. Нерунгри.